Квантовая фабрика ученые смогли переработать вредные газы в полезные материалы с помощью света и нанобиоорганизмов. 12 июня 2019 года, час 19. Арсений Скрынников. Американские ученые создали живые фабрики по переработке вредных газов в полезные материалы. Разработка представляет собой нанобиогибридные организмы, способные улавливать находящиеся в воздухе углекислый газ и азот и производить из них пластмассы и топливо. Экологичная технология основана на активации определенных ферментов в клетках микроорганизмов с помощью света. Исследователи из Колорадского университета в Болдере, США, создали технологию переработки находящихся в воздухе углекислого газа и азотов биоразлагаемой пластмассы и топлива с помощью управляемых светом нанобиогибридных организмов, нанаргов. Об этом сообщается в статье, вышедшей в журнале Американского химического общества. Данная инновация – свидетельство энергетического потенциала биохимических процессов. Речь идет о технологии, с помощью которой, возможно, удастся усовершенствовать процесс изъятия углекислого газа из атмосферы в целях борьбы с изменением климата и которая однажды вообще сможет прийти на замену углеродоемкому производству пластмасс и топлива, заявил ведущий автор работы, доцент факультета химической и биологической инженерии Колорадского университета в Болдере Прошант Накпал. Работа над проектом началась в 2013 году, когда Накпал и его коллеги начали исследовать потенциал наноскопических квантовых точек, крошечных фрагментов полупроводников, работающих под воздействием света, вроде тех, что используются в современных телевизорах. Ученые ввели квантовые точки в клетки микроорганизмов, присоединив их к ферментам, отвечающим за переработку газов из воздуха. Для активации ферментов с помощью полупроводников использовались световые волны различной длины. Исследователи внедрили квантовые точки в клетки различных бактерий. Выяснилось, что даже небольшого количества непрямого солнечного света было достаточно, чтобы у наноргов проснулся аппетит к поглощению углекислого газа. Мощные биореакции проходили без участия дополнительных источников энергии. Также по теме перспективы бесконечны, как новый метод генетической модификации может повлиять на технологический прогресс микробиологи из Университета Товца, США, перестроили генам микроорганизмов, которые участвуют в синтезе промышленно значимых веществ. Различные комбинации квантовых точек, микроорганизмов и длины световых волн дают разный урожай, пластик, бензин, аммония и биодизельное топливо. Например, световые волны зеленого спектра заставляют бактерии потреблять азот и вырабатывать аммиак, в то время как волны красного спектра заставляют микробы перерабатывать углекислоту в пластмассы. Исследование также показало, что нанорги являются возобновляемым биоресурсом. Даже после продолжительного использования живые фабрики восстанавливаются, клетки быстро регенерируют в естественной среде. Ученые описали идеальный футуристический сценарий развития своего проекта. В каждом хозяйстве или на предприятии должен быть водоем, в который будут поступать все выбросы газов. Находящиеся в водоеме нанорги переработают отравленный воздух в полезный урожай, который можно будет собирать с поверхности воды и сдавать на дальнейшую переработку. Наш проект принесет обществу пользу даже в том случае, если будет отличаться низкой прибыльностью и окажется несопоставимо затратнее, чем использование нефтепродуктов. Оснастив лишь небольшую часть стоячих водоемов живыми фабриками, мы существенно снизим объемы выбросов. СО2 в городах. Для осуществления этого замысла от людей многого не потребуется. Многие, к примеру, и так уже варят пиво в домашних условиях, а то, что мы предлагаем, ни шут ни сложнее, подытожил Накпал. Продолжение следует...